Эдуард Трайновский Земляк снял все вопросы точным ударом. Проверки соперника не было. Сразу пошли отработанные серии. Поединок не продлился даже и одного раунда. Трайновский получил 27-ю победу, отправив правой портилью в нокаут на 2-й минуте 13-й секунде в самом начале 12-й раунда в дерби. Теперь Орловчанин стал обязательным претендентом на чемпионский титул WBA. Этот пояс еще не успел побывать в коллекции Трои. Побороться за него, по предварительным данным, он сможет летом 2018-го. Появилась возможность воспользоваться. Не попал бы я, попал бы он. Видимо, ему было очень сложно пропускать левый мой прямой. Он не мог подобрать дистанцию, а это мой конек был. Борьба между первым и вторым номером рейтинга WBA, белорусом Криллом Релихом и кубинцем Рансесом Бартелами Вскоре определит, кто станет следующим соперником Орловского чемпиона. В областном центре накануне завершился региональный кубок Спартака по акробатике. Участвовали воспитанники спортивных школ Орла. Около 200 молодых спортсменов показали свои программы. Уровень подготовки самый разный. От юношеских разрядов до мастерских званий. Очень красивый и сложный вид спорта, так как здесь у нас, кроме того, что хореография, акробатика, сила, ловкость, выносливость, смелость. И поэтому мы развиваем все качества. Вот в данный момент сейчас у нас в детско-спортивной школе, кроме групп учебно-тренировочных, еще есть группы общей физической подготовки, куда мы принимаем деток с 3-4 лет. Смотр акробатов предварял выступление на кубке «Нечерноземья», который намечен на январь 2018 в Ярославле. Месяцем ранее, в декабре, себя показать ребята смогут еще на одном региональном старте – первенстве Орла. А пока призеры спартаковских состязаний, отмеченные наивысшими наградами, смогут претендовать на попадание в состав Орловской сборной. Можно сказать, как смысл жизни без нее. Просто силы уходят никуда. А тут хоть и развиваешься, и есть польза от этого. Для меня это как второй дом. Пап, прям даже не знаю. В Орле провел мастер-класс четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, легенда водного спорта Александр Попов. Встреча прошла в здании Центрального бассейна имени Ленина. Советы от выдающегося спортсмена получили воспитанники и тренеры Орловских спортивных школ. Александр Попов установил рекорд среди всех советских российских пловцов по количеству золотых олимпийских наград. Их у него четыре. Он несколько раз побивал мировые рекорды. Шесть раз удостаивался звание чемпиона мира. Восемнадцать раз был победителем чемпионата Европы. Биография Александра Попова была положена в основу фильма «Чемпионы быстрее, выше, сильнее». Триумф в столице. Орловские тяжелоатлеты отличились в Москве на первенстве по пауэрлифтингу. Семья Вишняковых уже не впервые. На пьедестале почета занимает первые места. Алена Касаткина узнавала секреты тренинга силачей. Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных. Более 20 лет стажа в пауэрлифтинге и Станислав Вишняков продолжает добавлять в свою копилку звания и медали. На первенстве Москвы он получил золото в ветеранском зачете. Для этого ему пришлось пожать и потянуть в троеборье 680 килограммов в сумме. Это у меня сложилось из приседаний в 230 килограмм, жима лежа 170 и становой тяги 280. Пауэрлифтинг – целая наука, отмечает Станислав. И для того, чтобы быть профессионалом в этом виде спорта, нужно знать диетологию, анатомию и, конечно, быть готовым к победам над собой. Это будет тяжело быть к этому готовым, потому как большие килограммы требуют большой отдачи. Опыт и знания Станислава приносят плоды не только в виде его побед. Ведь уже не первый год он тренер и главный подопечный Станислава – его сын Никита. Начиналось это более как принудительно в тренировочке. Потом уже, когда Никита немножечко втянулся, начал понимать, что от него требуют, что он делает так, что он делает не так, тренировать стало легче. Спорт силовой, все-таки требует много воли, то есть нужно будет много решительности. Мне нравится. К слову, Никита от побед отца старается не отставать. И на том же первенстве Москвы Вишняков-младший в зачете спортсменов весом до 83 килограммов в Троеборье набрал 555 килограммов. Этот результат позволил школьнику стать лучшим в абсолютном зачете среди юношей до 18 лет. И благодаря хорошей подготовке победа далась легко. Конкуренты были, ну не очень, то есть я ожидал на самом деле большего. Ну было не очень, я бы сказал, даже тяжело. То есть как бы уже привык, то есть морально было не очень, в основном только силовое ощущение. Для семьи Вишняковых это одна из многих побед и только начало нового витка их спортивной жизни, где орловчане соревнования по пауэрлифтингу штурмуют вдвоем. Алена Касаткина, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.